Присутствует, есть и, возможно, с ней будет еще нечто подобное. Досмотрите, во-первых, этот видеоролик до конца, потому что в нем будет много всего интересного, а потом уже не брулев, да, вы же там, типа, не все вот эти вот остальные GTA-сам ютуберы, поэтому вот смотрите реакции, подписывайтесь на канал Семен и рассматривайте все прочие, возможно, марки, если вы, допустим, филателист, а если вы не филателист, то, ну, и такое иногда бывает. Так вот, высокие, типа, выглядит очень странно, высокие, вот как будто бы оно как-то вне контекста тут есть, и будто бы это какой-то, я не знаю, то ли школьник создавал, то ли вроде того. Реакции, реакции, еще раз, реакции, реакции это жизнь, а не реакции это, ну, какие-то другие, возможно, формы жизни, а может быть еще что-то вот это вот прочее. Если вы не понимаете, о чем я, то, скорее всего, вы не видели мои последние видеоролики, в которых я смотрел там ролик Хьюго Ромер, по-моему, ролик Вертеича, еще один ролик Вертеича, и потом будет еще один выпуск вот всех вот этих вот реакций и всего прочего, поэтому вот подписывайтесь. А также хотелось бы сказать, что на канале Семен будут реакции еще и на другие темы, поэтому на другие видеоролики вот все остальные, которые есть в интернете, они там будут, поэтому если вам все это нужно, то вы можете туда зайти. Но сейчас, разумеется, мы будем говорить не о реакциях, не о всех вот этих вот прочих, возможно, реакциях и так далее, потому что, ну, нам все это не нужно. У нас сегодня тут тема немного другая, и это тема Black Rush. Я думаю, что вы должны все это понимать, знать и в целом выкупать, что из всего этого выходит, получается, или не особо-таки получается. Так вот, давайте перейдем к самой новости, которая тут, в общем-то, в той или иной степени присутствует, есть и, возможно, с ней будет еще нечто подобное. Black Rush показали настройки, новые графики, весьма сочная картинка, а вам как? И, в общем-то, давайте сейчас все это посмотрим, наконец-то, Life Mobile уточняет нам, что это такая за новая графика, потому что до этого они такие, типа, говорили вот это, добавили вот это, вот это, вот это, вот это, вот то, и вот с новой графикой оно будет смотреться хорошо, и ты такой сидишь, что? Какая новая графика? Я об этом ничего не знаю, почему вы мне об этом ничего не сказали, не сообщили и так далее? И ты сидишь такой, что? Откуда? Зачем? Почему? Я уже возмущался по этому поводу в своих предыдущих видео, вы можете их посмотреть, у меня их около 850 штук, поэтому, если вы их не видели, то, разумеется, посмотрите, что вы теряете время, зачем вы это все делаете. Досмотрите, во-первых, этот видеоролик до конца, потому что в нем будет много всего интересного, а потом уже занимайтесь всеми своими вот этими делами, ну, то есть, смотрите мои еще одни некоторые видеоролики. Так вот, по поводу новой графики, давайте посмотрим, что она из себя представляет, что вообще в нее входит, что вообще с ней все будет. Слева, разумеется, у нас обновленный худ, который вы уже могли видеть несколько раз, который уже даже я обозревал, в котором я уже все вот это вот вам рассказывал, что там будет, когда там будет и насколько оно вообще все будет в той или иной степени правильно или неправильно. Я думаю, что вы должны все это понимать. Ну, если вы вообще смотрите мои видеоролики, наверное, вы должны все это понимать. Вы же там, типа, не Брулев, да, вы же там, типа, не все вот эти вот остальные GTA-сам-ютуберы, поэтому вот смотрите реакции, подписывайтесь на канал Семен и рассматривайте все прочие, возможно, марки, если вы, допустим, филателист. А если вы не филателист, то, ну, и такое иногда бывает. Так вот, в настройке графики первое у нас идет это качество воды. То есть, как лично я понимаю, можно сделать качество воды вот там посередине, это будет среднее, и качество воды там в самом начале, оно, видимо, будет плохое. Вот, то есть, непонятно, как работает этот ползунок, было бы, наверное, лучше, если бы были такие, знаешь, таблички, типа, такое низкое качество воды, среднее качество воды и высокое, то, что нужно что-то вот это вот ползунок перемещать, листать и так далее. Ну, мне кажется, что это не особо правильно, как лично я могу подразумевать, думать. Но это, опять-таки, это в моей системе ценностей, возможно, в вашей все абсолютно точно наоборот. И вот потом отражение на авто, опять-таки, высокие, типа, выглядит очень странно, высокие. Вот, как будто бы оно как-то вне контекста тут есть, и будто бы это какой-то, то ли школьник создал, то ли вроде того. Почему бы просто не сделать, типа, низкое, среднее и ультра? Вот, то есть, все, зачем вот эти вот все ползунки? Зачем вот это, возможно, в самой игре это будет выглядеть лучше? Но я не знаю. Потом у нас идет вот уже то, к чему я более-менее могу понять, то, к чему я более-менее могу вообще прислушаться, это сглаживание. Типа, убирает пиксели, тут все понятно, тут все хорошо. Включить, выключить. Хотя вот тут меня немного вот смущает, то, что нет ползунков. Допустим, сглаживание там на 2х, можно на 4х, на 16х. Ну, как, допустим, в GTA San Andreas есть, если вы заходили и играли, там, в общем-то, все это есть. Потом улучшенное качество и текстуры. Ну, тут понятно, что, типа, либо они улучшены, либо они не улучшены. И улучшенное небо, вот. То есть, сейчас вы можете видеть, как выглядит Black Rush на максималках. То есть, качество воды высокое. То есть, очень странно, что скриншот сделан где-то не рядом с водой, потому что небо мы можем увидеть, текстуры мы можем увидеть, заглаживание мы более-менее можем увидеть, а вот воду ее тут нету. Хотя в настройках она есть. То есть, почему так происходит, я не понимаю. То есть, нужно было как-то, наверное, это все более лаконично, более как-то все это логично продумать. А то сейчас все это выглядит как-то, ну, не то чтобы жалко, но в целом непонятно. Потому что, типа, я хочу увидеть, как выглядит вода. До этого были скриншоты с водой, типа, она выглядела неплохо. Но вот на этом скриншоте хотелось бы видеть такую цельную, целиковую, полную картину. А сейчас я ее увидеть, к сожалению, не могу. И в целом, если эта графика, она будет вот на уровне той, что я вижу сейчас, то это же хорошо. Это же, прям, знаете, замечательно. Потому что, ну, она выглядит классно. Она выглядит прям круто. И я не знаю, какой нужен будет телефон, чтобы все это потянуть. Я вот, наверное, когда буду снимать весь этот геймплей, типа, новый сервак же уже открылся. И, разумеется, все вот эти вот новые нововведения, обновления, все прочее, оно же уже, типа, тоже все есть. Поэтому, наверное, оно должно быть нормально. Однако же, оно может быть и ненормально. То есть, как оно все будет, я не знаю. Возможно, у меня будет лагать. Возможно, у меня не будет лагать. Потому что даже сейчас, когда я еду там где-нибудь, у меня бывают подфризы, когда что-то подгружается, когда происходят все прочие вещи. Сейчас в той степени, в которой оно есть, я не знаю, вот со всей этой улучшенной графикой. Может быть, будет, а может быть, не будет. То есть тут угадать, предугадать и сделать все прочие вещи непонятно. То есть сейчас, скорее всего, если я все эти настройки включу, если я все вот эту вот графику улучшенную скачал, поставил, сделал, то вы, скорее всего, видите игру с улучшенной графикой. Если нет, то, наверное, нет. Даже если она будет лагать, я все равно сделаю геймплей под всю эту графику, просто на следующем уже все это выключу, и все это будет выглядеть нормально. Вот так, как оно все, наверное, и должно быть. Однако с новой графикой поиграть я очень хочу, я не знаю сколько она вообще будет весить, потому что скорее всего, я могу так предположить, нужно будет что-то докачивать для того, чтобы вся вот эта вот улучшенная новая графика, она работала. Опять-таки, я могу ошибаться, возможно она работает изначально, но что-то мне подсказывает, что всё не так хорошо, как хотелось бы, то есть разумеется было бы хорошо, если бы ты захочешь. Вот улучшенная графика, не улучшенная графика, сглаживание, несглаживание и всё прочее, когда оно в самой игре, потому что сейчас там прям знаете, квадраты на квадрате, пиксели на пикселях, всё прям такое какое-то очень пиксельное, всё очень такое фиговое, ты смотришь на всё и думаешь, чуваки, ну выколите мне глаза, ну сделайте вы, это не призыв к действию, если что, я потому что знаю некоторые люди, они могут приехать, могут там начать выколывать и потом сказать, типа такие, ну ты же сам попросил выколоть глаза, а я ничего подобного в общем-то не просил, и вы меня вообще поняли неправильно, нехорошо и не так вообще, чтобы вы всё это поняли. Я такого делать не хотел Чего я несу вообще такое Все, то есть обзор на вот эту вот новую графику я сделал По крайней мере в такой тизерной, в новостной части Если вы хотите полный обзор на 2 часа Набираем тут 35 лайков И разумеется все это выходит Однако это, оно все может и не выйти Если что, поэтому ставьте лайки Ставьте дизлайки, подписывайтесь на канал Отписывайтесь на канал, делайте все прочие вещи Также вот там с моим вот этим вот со всем каналом Подписка, лайк, колокольчик Прочие вещи также вот делайте Всем спасибо за просмотр IP его, вернее ссылка на скачивание BlackRush А также мой никнейм Данила КПРФ А также мой промокод хэштег ЗДС Все это будет в описании данного видео Заходите, узнавайте, познавайте, играйте и делайте все прочие вещи Также там, всем спасибо за просмотр Увидимся тут же завтра Я надеюсь, что все это будет в 20.00 Либо же немного попозже, либо же немного пораньше Всем спасибо, всем пока и всем до свидания Субтитры сделал DimaTorzok